Здарова народ, добро пожаловать в новую серию по спаржи. В этой серии я надеюсь, что займусь колесами, потому что уже пора готовиться к сезону. Наверное это видео сейчас начнется немножко с болтовни. Прошлая серия, как вы помните, была именно про установку кнопки старт-стоп, поэтому сейчас я вам быстренько расскажу, что было за прошлый месяц с машиной, что я сделал, что не сделал, и расскажу вам, конечно же, про подстаканники, и что это у меня за такой большой телевизор стоит в торпеде. Ну, наверное, начну с того, что расскажу, с чего закончился у меня декабрь. Закончился он поломкой, у меня рассыпалась граната. Было это дело на сходке перед Новым годом. Решил стартануть с буксом, и у меня граната не выдержала, и просто рассыпалась по дороге. В принципе, ничего страшного. В этот же вечер я купил новую гранату в магазине, новую за 2.100. Ну, успешно 4 января, соответственно, после Нового года, у Ивана Техника это все дело поменяли. И уже в середине января я купил новые поворотные кулаки, якобы от Гранты Спорт. На самом деле, они идут еще от Приоры с АБС, Калина, Гранта, все под АБС. Там идет более увеличенный подшипник, начинается у него артикуль где-то 21-18, что ли, как-то так примерно. Короче, супешные кулаки под АБС. Быстренько у Ивана Техника мы это все дело поставили. Заодно я снял защиту, которая уже лежит у меня сзади, открашенная. Решил ее просто полностью отпискоструить. Она была вся грязная, в масле, ржавенькая, помятенькая. Отдал в покраску недалеко, мне ее покрасили за 1500 рублей. Также отдал кронштейны от генератора и компрессора под кондиционер, чтобы их в дальнейшем опять покрасить вместе с дисками в новый какой-нибудь там цвет. Ну, освежить, грубо говоря. Сейчас я в ближайшие дни готовлюсь купить резину и сразу же отдать колеса в покраску, чтобы это дело все не тянулось. Что это, собственно, за монитор? Это обычный 10-й Android, то есть 10-дюймовый, грубо говоря, планшет. Но это магнитола. Работает это все у меня от АЦ, то есть с одного нажатия на кнопку он запускается, потом второе нажатие на кнопке старт-стопа, это уже зажигание и третий запуск. Либо нажал педаль и зажал кнопку, чтобы запустить мотор. В принципе, тут обычный 10-й Android стоит, работает хорошо, мне очень нравится. Вот, езжу постоянно, смотрю YouTube, есть радио, Play Market, то есть можно даже игры сюда скачать. Есть Google Chrome, карты, навигатор. Я уже скачал себе приложух, чтобы слушать музыку ВКонтакте без рекламы. Также можно скачивать Studio 21, понятная моя тема. Авито, ВКонтакте, Галерея. Галерея, кстати, не знаю зачем здесь, ну просто, видимо, картинки скачивать, чтобы на обои ставить. Вот. Документы тут всякие можно хранить. Также здесь имеется два USB-входа. Один из них почему-то не хочет особо работать. Вот. Подключена антенна, все провода удлинены, то есть у меня, кто помнит, стоял здесь обычный пионер однодиновый. Вот от него все провода пришлось наращивать на эту магнитолу, буквально там сколько, по 10-15 сантиметров. Питалово я показывал в прошлом видео, у меня идёт три провода от моей самодельной косы на кнопку старт-стоп. То есть в гофре аккуратно заизолировано, то есть силовые провода. И музыкальные провода, они уже идут отдельно тоже. Но там ещё, в любом случае, это надо всё снимать, прибирать, клеить, какой-нибудь листы теплоизоляции. Потому что всё равно, хоть у меня есть всё заглушено, поддувает немножко печка. И в жару, я думаю, что ему очень станет плохо от перегрева. Сказал рамка, как я поставил, делал кастомную рамку. Вот тоже в позапрошлых видео я показывал, что отдаю в музыкальную студию, там из стекла вас лепили. Лепил я на основе родного вот этого вот дефлектора воздушного просто. И купил универсальную рамку 10-дюймовую для этих, ну, планшетов за 2000. Плюсом ещё лепка 3000. Итого мне рамка обошлась в 5000. Но это ещё без финальной покраски. Она зашкурена, просто брызунтов чёрной я попросил. В планах у меня также её покрасить, ну, покрыть под карбон, аквапринтом. Ничего такого. Иногда я менял темки, но почему-то у меня она слетела. То есть слетела тема, можно тут их менять. Вот. Такие темы. Вот, можно такую поставить. Ну, давай. Окей. И всё. И будет вам, типа, наподобие TCI. TCI я не стал брать, потому что он стоит, ну, конских денег. Решил попробовать взять эту, если что, добавить денег, продать эту и купить себе TCI. Но мне, в принципе, хватает её за свои 8500. Она отрабатывает их сполна. То есть, до сих пор радуюсь, не нарадуюсь. Прям суперская покупка. Всё-таки я не пожалею. Всё-таки я не пожалел, что вот нашлись деньги, я купил. Долгое зажатие – это её выключение. Короткое нажатие – это выключение звука. Вот. Кнопка домой. Кнопка обратно. Прибавить-убавить громкость. Также я вскоре буду подключать это всё дело на руль. Кто помнит, я уже ставил 7-дюймовый сюда планшет. И подключал кнопки от руля Vesta. Кто у меня, не в курсе. Всё у меня работало. Но здесь, поскольку есть КАН-1, по-моему, всего лишь нужен. И попутно минусовый провод. У меня как раз стоит гитара под подушку от Priory. То есть, у меня идёт два провода на гудок и два провода вот как раз на кнопке можно подключить. Что, собственно, я уже и делал. Опять же, повторяюсь. Дальше спрашивают меня по подстаканникам. Вот такие вот у меня выездные подстаканники. Встают ровно идеально в один разъём. Но сразу хочу сказать, что по длине они, ну, прям вообще в упор-вупор встают там, ну, точнее, дотягиваются до воздуховода печки. Сейчас там, наверное, видно не будет. Вот, там ещё идут провода как раз. Да, вот, видно, идут провода и сразу же за ними печка вот эта, воздуховод. Который идёт от ног и в лобаш или как-то так, в общем. Да, скорее всего, в ноги идёт. Так что вот, он таким вот нажатием выезжает. Немножко туговато выходит, его надо бы, конечно, посмазать. Но я его смазал, он вообще залипает у меня, иначе тогда. Тут как-то надо приловчиться. Вот так вот резко нажимать, чтобы он, ну, пружина там у него срабатывала. Вон, он выскакивал. Это всё дело вот так вот регулируется. То есть нажимаешь и обратно отводишь. А так на себя можно просто щелчками. Вот, сюда идеально встают маленькие стаканчики и баночки из-под кока-колы, такие вот узкие, которые сейчас пошли. И, в принципе, вот они встают прямо вот по эту линию и ничего не мешает. Сейчас он мне нечем, ну, показать. Может, если будет фотка, приложу. Как-то всё дело выглядит. В общем, как-то так. Убирается тоже это всё вот так. Итак, раз эта серия про колёса, надо, соответственно, рассказать и про болты, которыми они будут крепиться. В общем, приобрёл я вот такие вот чёрные 17-е болты. Половину полые или как они так правильно называются. Вот. И у меня уже как пару лет валяются вот такие вот крышки на болты. Это для дисков, чтобы вот в эти вот большие отверстия, куда, ну, вкручиваются болты, их закрыть. Вот такими заглушками. Иногда на иномарках можно увидеть, на дисках, на некоторых. Очень мало кто это ставит дело. Вот. Лежат у меня они давно. И вот так, соответственно, это всё дело выглядит. В принципе, очень аккуратно они садятся. По качеству, конечно, хрен пойми. Какие-то у меня отрывались, я уже не помню. Потом искал, искал, так и не нашёл. Вот. Но если что, как бы, у меня крепятся колёса на 4 болта. Ну, тут в каждой коробочке, да ещё получается, по одному дополнительному у меня есть. Это опять в запасе. Вот. Так бы желательно их проклеить на какой-то нормальный клей, потому что они двухсоставные. Вот эта вот внутренняя часть, которая сама одевается. И вот этот вот внешний колпак. За который, соответственно, вот этим же ключиком и выдёргиваю, чтобы снять эту крышечку. Вот. Специально приобрёл именно чёрные гайки. Фу, гайки, болты. Чтобы это всё совместно, красиво, аккуратно смотрелось. Но вот думаю, что такое качество как-то не о чёмное. И дополнительно с баллончиком дунуть. Ну, хотя есть ли смысл или нет. Не знаю. В общем, не выдержал я и повёз колёса в покраску. Сейчас вытащил их из балкона. Вот так они у меня сейчас выглядят на данный момент. Покрашены в золото. Так вот. Блин, плохо видно, конечно. Но у них золотой металлик идёт. Получается, маленькие блёсточки присутствуют. Ну, как-то так особо не видно. Мне, в принципе, цвет нравится. Но к машине он не так хорошо считается, как к сиреневый. И он покрашен немножко у меня с браком этот цвет. Потому что лак потрескавшийся. Ну, по крайней мере, был. Когда их током не покрасили. И по гранте их снова перезапекали. А их начали перезапекать. И уже пыль от тормозных колодок попала в швы. И всё это дело смотрелось просто некрасиво. Сейчас-то, понятно, не грязные. Потому что с балкона сейчас это всё не видно будет. Но, по-моему, я показывал. О, вон. Видна такая небольшая паутинка. Вот. Даже на камеру я её вижу. Вот. Про это я имел в виду. Ну, и плюсом сам цвет такой особо не ярко выраженный. К тому же сейчас я буду менять резину. Потому что вот я сделал Tiger. Или как его правильно назвать. Это 50-й профиль. Вот он идёт, получается. Здесь 50. А здесь у меня стоит Federal. Который уже живёт на жопе. У меня года три, по-моему, или четыре. Вот. Два баллона последних осталось. Передний у меня ещё и скончался два года назад. Получается, вот этой частью я поставлю вовнутрь. Потому что это у меня от подушки, когда лопнуло... Ну, сломалась тяга на подвеске задней. Колесо ушло в развал сильно. И я подушку натерло. Вот. Протектор здесь ещё не чёрстно. Вот так вот эта часть уже истёрлась. Потому что она стояла у меня на морде. Соответственно, вот с той же стороны, как вот этот вот Tiger. Он стёрся. То есть, протектора уже нету слова совсем. Здесь ещё более-менее. Вот уже всё, он на минимум. Ну, это всё равно уже только на выброс. Даже продавать не буду. Вот. Federal, наверное, сейчас последний год у меня доживёт на жопе. Потом на следующий год я куплю новую резину назад. И поставлю Federal наперед, когда уже износится новая резина спереди. Которую я сейчас буду покупать за место Tiger. Вот. Как-то так вкратце я описал ситуацию. Ладно. Сейчас затаскиваю это всё дело в машину. И еду на шинку, снимаю. И потом, соответственно, уже в покраску. Покрасить это, я думаю, за дня три. Хм, что это? А это новый топовый шмот из интернет-магазина Bunker, в котором действует скидка 10% при указании промокода Аспарагус. Ссылочка на интернет-магазин в описании. Переходите, покупайте и носите новую уличную одежду с удовольствием. Короче, как вы поняли, снял я резину. Вот у меня Federal спереди тут болтается. Немножко туда-сюда гуляет. Вот. Три колеса на заднем сидении и одно в багажнике. Короче, где-то здесь уже должно быть. Вот эта вот покраска, видимо, вот этот звезд где-то здесь я проехал. Ладненько, пошел я искать и отдавать свои тапочки в покрасочку. Короче, пока выдалось свободное время, я решил заменить тройник на антифриз. Про него я говорил, он у меня течет. Заметил я тогда, когда делал плюну под капотки, ну, после того, как сделал. Но потом он перестал вроде течь у меня. Да, даже когда заменил антифриз, ну, полностью зачистил всю систему. Течи не было, только совсем недавно опять появилось. И когда антифриз уже подвытек, сейчас у меня на данный момент, я решил с этого поменять. Фил такой металлический. Сейчас там у меня в комплекте был, не знаю, или не было, или отдельно покупались пластиковый. Скорее всего, он треснул. Сейчас посмотрим, что из этого вообще вышло. Вот, в принципе, я тут уже все разобрал. Вот два новых хомутика у меня еще даже есть. Вот такой вот металлический тройник. А вот, собственно, пластиковый. Вот с него, скорее всего, и течет. Наверное, он треснул где-то понизу, либо где-то в одном из входов. Потому что этот патрубок я проверял, с него не текло. Соответственно, спички, по-моему, тоже не текло, с этого тоже не текло. Соответственно, сам только тройник оставался. Вот, антифриз у меня там уже подошел. Там уже, наверное, в бачке-то даже нету антифриза. Ну, сейчас, ладно, ничего открывать не буду. Антифриза должно мало выйти. Я купил две литрушки. Думаю, этого хватит. Также, наверное, тут еще почистить бы все надо. Но это надо проходиться пеномочителем двигателя. Также почистить бы дроссель. Немножко он там от картерных газов засрался. Газов. Ага, газов. Так. Ну, в принципе, в основном, тут все, в принципе, бодренько. Только понятно, что я же пока без защиты еще не успел поставить. На них надо было съездить к Ивану технику это все дело поставить. Вот. Все сильно засирается без защиты. Прям дико ужас. Также хочу купить новые сюда эти брызговички. Поставить надо сюда. Уже надо заказать тоже резиновые брызговики. Эти заглушки. Вот. Лонжероны, что у меня там? Нормально. От рулевой так вот немножко тут побило. Но это очень давно уже. Она даже все заржавела. А ты, видимо, вот этими вот развальными болтами. Или как там правильнее. Так вот. А так все, в принципе, бодренько. Течи никакой нигде нету. Больше. Я не вижу. Также надо будет проверить минус на двигатель. Вон там вот он мне вот приходит. Вот, куда я пальцем показываю. Все. Убрать вот этот вот минус ненужный на стартер. Который мне делает мозги. И долить масло. Патрубок я поменял. Встал нормально, хорошо. На новые хомуты посадил. Старый тройник. Вот он. Пластиковый. Он весь поплавился. Как можете видеть, он вообще... Вообще очень сильно сузился. Вот. Дырку я не нашел, через которую он травил. Дальше из потерь у меня от датчик. Я так понял, давление масла, вот он идет. Он плохо здесь был присоединен к самому датчику, соответственно. Провод к датчику был плохо соединен. И еще нюанс. Вот я нашел. То, что у меня вот эта распорка двигателя дополнительная. Она вообще херово держится. Точнее, она вообще не держится. И само это. Штукенца у меня болтается. Вот. Но это сейчас никак не исправить. Это, наверное, надо вот тут, сзади двигателя, подтянуть немножко. А сюда новый этот болт вставить. Но у меня нету такого размера и длины. Думаю, Вайна что-нибудь найдем попозже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, открутил я минус. Вот такая вот печалька мне там ожидала. Все ржавое, такое, прям окисленное. Соответственно, понятно, почему не было хорошего контакта. И когда подкапотка была влажная, ну, в принципе, вот как сейчас, я начал коротить стартер, там прям всохло все. Видимо, действительно, минуса не хватало, что там даже, ну, подгорали просто контакты. Вот, сейчас заменю вот это все на более-менее чистое, вот то, что вот у меня есть. Понятно, что, да, не новое, кто-то скажет. Ну, главное, чтобы работало все равно это там через неделю окислится, как минимум. Вот, но уже не будет такого говна. Вот и это главное. Вот сам провод я зачистил, как смог. Так вот он красиво выглядит теперь. Все, сейчас его аккуратненько туда прокидываю и прикручиваю. Все, и думаю, с этим все. Ставлю почищенный впуск. И также надел новый чехольчик, потому что старый, вот он, взорвался уже весь. На антифриз у меня ушло 2 литра. Залил литруху масла в мотор, потому что он был минимум. Починил бампер полностью. Открасил решетку, процепил ее на место, номер на место. Вот, да, пока на хмутах, но, в принципе, это, ну, такая адекватная тема. В любом случае, он сейчас у меня в следующем видео уже полетит на доработку. То есть, будет долепливать, соответственно, там уже и красить его. У генератора тоже почистил все разъемчики. Вот такая штучка латунная красивая получилась. И также, также медь почистил все. Вот шпильку, конечно, не знаю, как почистить, не получается у меня. Все, соединение проходит. Самое главное, опять же, заменить гайки. Вот такие ржавые были все. Ставлю все относительно новое, чистенькое. Без каких-либо окисей. Вот. В принципе, я всегда обычно вот для таких дел, ну, контактов имею в виду, ставлю обычно латунные, либо медные гайки. Вот как здесь, на стартере, у меня вот латунная стоит от выпускного коллектора. Подходит идеально, она широкая. То есть, контакт лучше, плюс, ну, сама вся она из латуни, проводимость лучше. И самое еще главное, вот, тут же идут, получается, медные шпильки. И если ты затягиваешь железными, ты просто их можешь слезать спокойно. Это очень частая проблема. И вот. И если использовать вот такие широкие латунные, шансов во многом, много меньше сорвать. И контактов много лучше. Вот. Ну, здесь у меня нету, к сожалению, на данный момент. Ну, поменять потом как-нибудь по возможности получится, я уверен. Вот. Все. Сейчас тихонечко притягиваю, это дело, чтобы не сорвать. И все. Заканчиваю с подкапоткой. Короче, я, кажется, понял, откуда у меня идет очень сильный звук, когда я газу и мотор на высоких оборотах. Идет такой небольшой, идет такой небольшой резонанс, получается, как от защиты. Это очень хорошо слышно. И в машине и снаружи. Вот. Нашел я причину. Это вот этот вот термоэкран. Получается, снизу идет две шпильки. Одна из них сломана. Скорее всего, это мне сломали, когда мне красили полностью днище. Снимали выпускной коллектор. Чтобы он пролез, видимо, тоже снимали. Это термоэкран. Вот. Навернули мне шпильку. Либо когда выкручивали, либо когда закручивали. Не знаю, надо что-то будет придумывать. Но подпозже у Ивана техника. Потому что сейчас я сам тут ничего не сделаю. Итак, народ. Разошли некоторые изменения. Человек, который красит диски, заболел. Поэтому, собственно, диски еще и не готовы. Также еще не куплена резина. Поэтому придется обойтись в этом видео без дисков. И оставить это все на следующий выпуск. Сейчас я нахожусь в машине. Занимаюсь, как всегда, Android-магнитолой. А то есть приборкой и подключением кнопок руля. Вот так сейчас это дело все у меня выглядит. Вот, собственно, как выглядит рамка изнутри. Вот, пожалуйста, кусок родной рамки, который был под эту магнитолу. И вот он срочен стекловолокном с штатным воздуховодом. Соответственно, сделаны отверстия для проводов. Прибираюсь тут. Вот от GPS-антенны я тут подубрал лишнее. Замотал, чтобы не шумело. Также проводку тоже подраскидал по отдельности, чтобы шло. Подключил, короче, K1 и подсветку кнопок, то есть, которая на магнитолу идет сюда. И выпущу это все дело на руль. То есть, вот, подсветка кнопок и K1 идут у меня сейчас на руль. Вот они сюда придут. Это разъем от подушки, как раз-таки. А вот два разъема от гудка. Так. То есть, получается, вот, подсветку я запаралелил, чтобы, когда я включал, я загорались и на магнитоле кнопки, и на руле. Но сейчас этого пока здесь не будут гореть, потому что это X-Ray кнопки, они без подсветки. Соответственно, надо искать отверстия, чтобы были с подсветкой. Я хочу еще потом поставить обогрев руля себе, чтобы у меня был полный фарш здесь под кнопком. А кнопки, которые здесь идут под... Тут здесь под круиз-контроль. Я их, конечно же, заставить не буду, потому что у меня не будет круиз-контроль. Я могу, конечно, если найду пару кнопок в полном фарше, поставить их, подключить, чтобы это просто, ну, горели здесь. Ну, не знаю. Будут просто в пустую кнопки стоять, опять же, не очень. Также сейчас распутаю антенну, уберу вот эту скрутку туда-вниз, чтобы это здесь все дело не фонило мне. Потому что сюда еще придут провода от сабвуфера. Это тоже, блин, лишние провода от камеры заднего вида. И тут вообще не будет места, грубо говоря. А мне еще надо сейчас накинуть себя в утеплитель, чтобы не дуло горячим воздухом с печки. Потому что он иначе начинает греться. Особенно сейчас, когда тепло, жарко стало. Вот он просто начинает у меня руку сюда сперсовывать, прямо кипяток. Ну, с кондеем будет, конечно же, все попрохладнее. Все, закончил здесь с этими делами. Вот так вот аккуратно все прибрал. Засунул вот эту теплоизоляцию, чтобы не поддувало. Подмотал все, подубрал аккуратно. Смотал антенну, убрал вниз. Вот. Сейчас также к магнитоле подцеплю сразу же разъемы под сабвуфер. Там рем, не рем. Фишку на камеру заднего вида. И все, по сути. Вот. Сейчас на днях у меня еще полетит рамка в Аквапринт. Будем делать такой же рисунок на ней, чтобы все это было одинаково. По поводу подключения кнопок. Провод я прокинул. Вот получается провод. Точнее, даже два провода. Кей-1 и подсветка от габаритов. Вот фишка штатная, которая идет на габариты. Здесь на блок печки. Так вот. К нему у меня подключена подсветка от магнитолы. Я продублировал провод. Теперь у меня еще пойдет подсветка на кнопки. Как я уже сказал ранее. Все. Убрал это дело в гофру. Протянул здесь по короткому пути. Благо у меня уже было отверстие, когда я подключил кнопки к планшету. Ну все. Все. Подключил фишку. Сделал я вот такую. От компьютера, от материнской платы. Не знаю, как их правильно назвать. Идеально встает в разъем под подушку. Получается, с этой стороны гитары. Но гитару я успешно навернул, когда прикручивал. Теперь у меня не работают кнопки и не работает сигнал. Придется покупать новую улитку. В принципе, все. Как бы ничего сложного, как на любой другой машине. Дожидаюсь. Покупал на улитку. А сейчас еду на работу. И паяю транзисторы. Или как их там правильно назвать. Короче, все. Сейчас покажу. Итак, переместился я домой. Вот все резисторы, которые мне были необходимы. На 500 Ом. 1,5 кОм. 3 кОм. И 5 кОм. Так. Спаял я тут, значит, одно это дело. Получилось, конечно, вот так. Постарался поаккуратнее. Но все равно херня вышла. Я только потом вспомнил, что у меня есть вот такие вот разъемы. Которые прям хорошо смотрятся. И вставляются эти, как в системнике в компьютере. Вот. К ним сейчас припаяюсь. Делаю то же самое. Только в два раза аккуратнее. Постараюсь. И все. Ну, не знаю. Либо завтра, либо когда уже. Попробую поставить это дело в руль. И проверить, как это будет работать. В принципе, с кнопками. Так. Наступил следующий день. Спаял я вот вторую такую штучку. Более-менее получилось аккуратно. Сейчас скидываю в муляж подушки. И все это дело подключаю. Напоминаю, я взял вот этот штекер от компьютера. То есть, вот эти провода, которые идут косичкой. И откусил. Ну, в принципе, в радиотоварах они продаются отдельно. Но вот я откусил, они потому что и были. Вот. По поводу подстаканников. Вот так это все дело выглядит. Вчера вечером так подснял немножечко. Показал, как это выглядит в ночи. Как я говорил, баночка не мешает. Вот идет экран. Ну, и, соответственно, бутылочка вот. Встает она вот так. Ничего нигде не проседает. Все встает плотно, держится. Не вываливается ничего. Но мешает, конечно же, обзор. Ну, в принципе, у меня тут переключение музыки тут было. Я как бы, ну, с кайфом все равно двигался. Да и бутылочку можно, в принципе, и вот на сиденье где-нибудь возить. Либо вот тут в кармашке. Стаканчики с кофе тоже влезут. Но вот насколько большой стаканчик, как он будет вставать, я не знаю. Вот, поэтому так. Вот можно убрать все. Все. Все задвинул. Так вот все дело выплевывается. Все. Можно обратно все вставить. В принципе, подключение идет довольно бодро. Вот уже подключил два контакта. Все, в принципе, так, как по схеме. Но у меня только немножко другого цвета провода. То есть нету синего. Заместо синего вот такой вот бледно-зеленый, либо даже оливкового цвета провод. Вот. И заместо кислотно-зеленого вот такой просто зелененький. А так, в принципе, вот коричневый, там, зеленый с белой полоской, зеленый с оранжевой полоской. Все то же самое. Расположение, понятное дело, узнал по схеме. Я это вот просто перевернул их. И вот получается коричневый с краю, оранжевый с зеленой строчкой, или там как правильно его назвать, тоже с краю. И дальше уже там разобрался по факту. То есть только два провода немножко. Точнее даже один провод отвечает этот цвет. Вот. Сейчас подключу. Ну, не знаю, как-нибудь. Мер там тыка, а это все дело проверю. Здесь нос и дело, то, что умеют делать в небо. Я просто сохраню, скажу, что здесь был выбор. У меня была мечта, и было не грех, я бы не хеймер. Я всему лишь хотел оплатить ее. Тихий, как падал снег.